МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Необходимые препараты. Каких лекарств не хватает в аптеках Сарова? ЧП в Березке. В детском оздоровительном центре погиб рабочий. На страже закон и порядка. 17 ноября день участковых и полномоченных полиции. Далее расскажем обо всем подробно. Диагноз здоров уже после одного отрицательного теста на COVID-19. Роспотребнадзор выпустил новые предписания для медиков, занимающихся лечением больных коронавирусной инфекцией. Теперь выписывать пациентов будут сразу после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. Раньше больные сдавали второй, повторный тест. Переводить человека из больницы на домашнее лечение можно до получения отрицательного теста. Это не относится к тем, кто живет в коммуналках, общежитиях и гостиницах. Контактные смогут выходить на работу или возвращаться на учебу, отсидев 14 дней на самоизоляции. Если симптомов у них не появится, тест брать не будут. Также теперь лаборатории обязаны сообщать результаты анализа не позднее, чем через 48 часов. За минувшие сутки в России выявили 22 410 новых случаев заражения. Из них 407 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 170 горожан. Из тех, кто госпитализирован, 208 находятся в состоянии средней степени тяжести. 7 в тяжелом. Дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков наблюдается по всей России. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что нехватка медикаментов есть и в Северной столице. Чиновник связывает это с ажиотажным спросом. Со сложностями в поиске необходимых лекарств сталкиваются жители Нижегородской области. Об этом они пишут в Инстаграме губернатору Глеба Никитину. Проблемы с антибиотиками есть и в Сарове. Подробности далее. В марте с прилавков магазинов начали сметать гречку. Сейчас дефицитным товаром стали некоторые антибиотики и противовирусные препараты. Лекарства, которые назначают врачи при ковиде и обычном ОРВИ, найти в аптеках все труднее. А ведь иногда они бывают жизненно необходимы. Цифотоксим, левофлоксацин, орбидол и грипферон. Лекарства, которые, по словам саровчан, так просто сейчас не купишь. Жителей стали спасать социальные сети. Если не нашел нужное лекарство в аптеке, можно бросить клич в интернете. Саровчане охотно откликаются на подобные призывы. Ребята, кто в курсе, где в городе купить азитромицин и грипферон? По всей России такая ситуация. Спасибо правительству. Азитромицина вообще нигде нет, даже в НН. Брала в аптеке Сарову в детской поликлинике на Курчатовой на Советской. Здравствуйте, нужны флаконы Цифотоксим. У кого имеются они без надобности. Один или два. Куплю. Нужно доколоть курс. Продаются и есть они в Цатисе в аптеке. 20 рублей флакон. Один флакон есть, отдам. Брать лекарства у незнакомцев медики не рекомендуют. Мы решили обзвонить аптеке города и уточнить наличие препаратов, которые так ищут саровчане. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у вас есть сейчас наличие Цифотоксим или левофлексоцин? Нет, таких нет сейчас. А обычный орбидол, грипферон? Тоже нет. В большинстве аптек заявленных лекарств действительно нет. Но кто ищет, тот всегда найдет. Из 10 заведений, до которых нам удалось дозвониться, в одном мы все-таки смогли разыскать левофлексоцин, который привезут через несколько дней. Также фармацевт предложила альтернативный препарат. Мы отправили запрос в городской штаб по противодействию распространения коронавируса, чтобы узнать, почему возник дефицит препаратов, кто должен решить эту проблему, и как скоро в аптеках снова появятся необходимые антибиотики. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 17 ноября официально вступил в должность главы Сарова Алексей Сафонов. Напомним, вместе с ним на кресло мэра претендовали начальник отдела территориального и кластерного развития внефт Татьяна Белина и начальник отдела 0605 внефт Дмитрий Прохоров. На заседании Думы перед голосованием за кандидатуру градоначальника Дмитрий Прохоров взял сам отвод. 27 голосов депутатов достались Алексею Сафонову, один Татьяне Белиной. За утверждение Алексея Александровича в должности главы города Сарова депутаты проголосовали единогласно. До нового назначения Алексей Сафонов работал главным энергетиком РФАЦНЕФ. Задачи, которые стоят перед нами, перед городом, впечатляют. Это задачи действительно уровня страны, я готов приложить свои усилия для их достижения. Но надо также понимать, что ни одна серьезная проблема, ни одна задача не может быть решена одним человеком. Это исключительно командный подход и подход, позволяющий решить любую задачу в краткосрочной или в долгосрочной перспективе. С избранием новой думы Саров перешел на одноглавую систему управления. А значит, градоначальник теперь будет совмещать функции главы города и руководителя администрации. Почти 62 миллиарда рублей дополнительно направят регион на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Размер пособий составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона. Всего на поддержку нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в этом году будет направлено 123 миллиарда рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Роспотребнадзор проводит горячую линию по услугам такси и каршеринга. Консультацию можно получить по телефону 8 800 555 49 43 до 26 ноября. Также специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области проконсультируют по вопросам, связанным с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностями исполнителей такого рода услуг. Звонки принимают по телефону 8 831 437 08 70 213 82 84. Нижегородская область входит в десятку лучших регионов России по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия в рамках нацпроекта составляет более 6,5 миллионов квадратных метров. Общая протяженность отремонтированных участков превышает 822 километра. Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе мультфильмов «Ты – это я», посвященном взаимоотношениям детей и родителей. Главная идея проекта – дети продолжения своих родителей. Участникам предлагают создать мультфильм, который расскажет о том, что общего между членами одной семьи и как они вместе проводят время. Мультфильмы можно снимать в разных техниках. Работы принимаются до 20 ноября на официальном сайте проекта. ЧП в «Березке». 13 ноября во время дежурства погиб оператор котельной детского оздоровительно-образовательного центра. По информации Нижегородской госинспекции труда, вечером сотрудник услышал журчание в насосном помещении котельной. Мужчины вместе со сторожем пошли проверить, что случилось, и увидели, что пол по колено залит печным топливом. Жидкость пролилась из топливных баков, которые находились в одном из помещений котельной. Сторож сообщил по телефону руководству о случившемся. Приехавший на место происшествия директор обнаружил в помещении топливных баков оператора котельной без признаков жизни. Причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы. Ежегодно 17 ноября в России отмечают день участковых и полномоченных полиций. Они стоят на страже общественного порядка, разбираются с проблемами жителей своих участков, обеспечивают общественную безопасность. О представителях этой профессии, живущих в нашем городе, расскажем далее. Сейчас проходит операция дебитор по 24 ноября. Поэтому при задержании лиц обязательно необходимо проверять на наличие неоплаченных штрафов. Рабочий день участковых начинается с инструктажа начальника. В журнал они записывают основные задачи. Дальше полицейские отправляются на участки. Большую часть времени занимает работа именно там. Участковый обходит территорию, разбирает заявления и сообщения граждан. Обращаются с любыми вопросами. Начиная от раздела имущества, как составить заявление, как обратиться. Уже по разным вопросам. То есть любые граждане шумят соседи, скандалят, лает собака, воруют, не отдают деньги. Последнее время учтили случай мошенничества. Андрей Тилин в органах правопорядка 21 год. Начинал он с патрульно-постовой службы. По словам мужчины, участковый и разноплановый сотрудник. Он проводит профилактическую работу с организациями в общественных местах. Выезжает на место преступления. Ошибочное представление, что мы занимаемся только семейными скандалистами и собаками. Нет. На место преступления мы выходим. Выходим с завидной периодичностью. Выполняем все процессуальные действия, которые нам предусматривает уголовно-процессуальный кодекс. В полном объеме. Мы можем, в принципе, делать все за следственную оперативную группу. И это делаем. Часто соровчане обращаются и по личным вопросам. В работе участкового очень важно иметь терпение и уметь находить подход к каждому жителю. Начальник на производстве на своем общается с определенным контингентом, который у него работает. 20 человек, они не меняются на протяжении нескольких лет. А здесь у тебя несколько тысяч населения. И при том они разносортные, если так можно сказать. Если применимо к людям. Они разных возрастов, разных социальных групп. И, соответственно, очень сложно подобрать иногда язык. Главная задача участкового – поддерживать порядок в своем районе и предотвращать преступления. Во время пандемии поквартирные посещения полицейские ограничивают. Но всегда стараются решить проблемы граждан. Взглянуть на родной город с другой стороны. Вспомнить, как все начиналось. В Сарове менее 100 улиц. У каждой из них своя удивительная история. Для того, чтобы окунуться в прошлое и узнать интересные исторические факты, достаточно прогуляться пешком по Сарову. Канал 16 запускает новый проект. Вы когда-нибудь задумывались, сколько воспоминаний хранят в себе улицы города? Мы ежедневно бежим по знакомому маршруту. И даже не подозреваем, что в обыденных для нас местах когда-то происходили важные исторические события. Соединялись судьбы простых людей. На самом деле, каждый перекресток может стать отправной точкой для увлекательного путешествия во времени и пространстве. Чтобы вернуться в прошлое и узнать интересные факты о нашем городе или просто поностальгировать, канал 16 запускает новый проект «Пешком по Сарову». В первом выпуске о своей любимой улице расскажет депутат Городской думы Иван Ситников. Проспект Мира и вот этот сквер мне памятны еще с детских лет, с юности. Почему? Дело в том, что тогда в городе, пожалуй, было только два кинотеатра. Кинотеатр Молодежный и кинотеатр Октябрь. И мы ходили сюда в детские годы, ну, как выход в свет был. Строительство двухзального кинотеатра началось в 1955 году. Он вмещал в себя 540 человек и открылся в ноябре 1957-го. Это было последнее здание в городе, построенное руками заключенных. За ударный труд они удостоились быть первыми зрителями. Кинотеатр пользовался большой популярностью и, по данным саровских историков, только за 1967 год его посетило более 900 тысяч человек. До сих пор «Неуловимые мстители». Я, наверное, 10 раз ходил на первую серию, и мне не надоедало, конечно же, фильмы про индейцев. И культовый фильм «Наша юность. Ажиотаж». Битком набитые залы. Два зала было в кинотеатре «Октябрь». Первый выпуск программы «Пешком по Сарову» выйдет уже в четверг, 19 ноября. Сразу после выпуска новостей. Вы узнаете, что было на месте фонтана, как появился сквер, где находится аллея деревьев, созданная почетными лицами города. Будет интересно. Не пропустите. Время выбрало нас. Программа встреч на интернет-платформах рассчитана на три дня. Первый день, 27 ноября, посвятят решению технических вопросов, подготовке презентации и консультациям по проектам. Само открытие форума пройдет 28 ноября. Это будет небольшой психологический блок, интересная беседа с людьми по навыкам самопрезентации. Ну, то есть такие вещи, которые, может быть, они уже слышали, но в этот раз они, наверное, может быть, узнают что-то новое для себя или услышат то же самое, но в новом формате. Второй блок – это конкурс молодежных проектов. Он называется правильно «Городской конкурс молодежных проектов инициатив». Защищать проект участники будут в воскресенье. Направлений, как всегда, много. Это волонтерство, патриотика, поддержка молодых семей. Но новая реальность диктует свои правила, и в этом году появились проекты, которые касаются медиа и создания контента. Молодые люди не очень приходят в онлайн и понимают, что им нужен качественный продукт в формате видео, в формате тех вещей, о которых они могут себе показать дистанционно людям. Потому что, несмотря на то, что очень многие сейчас сидят по домам, мы говорим о том, что все равно деятельность наша не останавливается, мероприятия проходят. И как их преподнести в сети – это очень большой вопрос. Поэтому есть проекты на создание чуть ли не приложения молодежного досуга в Сарове. Есть проекты на создание целого медиа-контента волонтерской деятельности в Сарове. Защита будет проходить в офлайне. Один представитель от проектной команды сможет встретиться с экспертами. Победителем Департамента по делам молодежи и спорта окажет всю необходимую поддержку для того, чтобы притворить идею в жизнь. Также в рамках форума в онлайне пройдет конкурс «Молодежь Сарова». Мы награждаем самых активных, творческих, молодых, интересных ребят, которые проявили себя в течение нескольких лет. Это определенное количество, то есть от 5 до 7 человек в разных направлениях. Будут волонтеры, студенты, работающие молодежь, молодые мамочки, семьи и так далее, которые достойны звания гордости, молодая гордость Сарова. Заявку на участие еще можно успеть подать через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Сам форум будет проходить с 27 по 29 ноября. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин